Привет всем, с вами Егор и сайт WP7Forum.ru. Поехали! Первая игра на сегодня называется Turn and Run. Главная фишка игры – применение пространственного мышления в 2D и 3D мирах. По сути, это платформер, который требует включения и развития пространственного мышления и понравится очень многим категориям игроков. Платформы, по которым передвигается герой, состоят из нескольких парящих в воздухе кубов. Они организованы в геометрические фигуры или разбросаны по экрану. На платформах стоят кристаллы, собрав которые, можно пройти уровень и вернуться в ракету. Если пришелец может добраться до кристаллов из текущего 2D вида, то они отображаются в красном цвете, а если для сбора кристаллов нужно изменить вид, то кристаллы серые. Кнопка в правом верхнем углу экрана – это переключатель между 2D и 3D видами. В 2D виде, где происходят все передвижения героя, невозможно увидеть, сколько платформ нужно пройти и в какую сторону двигаться. Пользователь может провести пальцем по дисплею и увидеть игровую ситуацию в новом свете, поняв, как действовать. Игра интегрирована с Xbox Live и стоит 34 рубля. Вторая игра называется Eggman Rally. Это забавная 2D гонка, где нам нужно доехать до финиша, не выровняв яйцо из машины. Здесь можно изменять настройки своего автомобиля на свой вкус. Если вы что-то сделали не так, то игра подскажет вам, как сделать лучше. Вы также можете изменять окраску и колеса, и сохранять это все. В бесплатной версии игры нам доступна только одна карта. Стоит отметить, что вы не сможете жать только на газ, потому что карты, ну, действительно интересные. В таблице можно увидеть десятку топовых игроков, которые прошли эту карту быстрее всех. Игра не интегрирована с Xbox Live и стоит 34 рубля. И последняя игра называется Paper Highway. График выполнен в стиле Delta The Awesome, то есть мы едем на рисованной машинке, порисованной на клеточном листке дороги. Менюшка выглядит тоже очень забавно. В игре вы должны объезжать другие машины, и если нажать на дисплей, то машина начнет ускоряться. Управление осуществляется с помощью акселерометра. Игра бесплатна и не интегрирована с Xbox Live. Хочу сказать ещё одну вещь. Наконец-то вышло долгожданное обновление для игры Delta The Awesome. Теперь у нас есть больше возможностей для расправы зомби. Это джетпак, калаш, танк и многое другое. Это всё, разумеется, можно улучшать, и также есть теперь новый набор карт. И игра стала платной, к сожалению. Ну, на сегодня всё. Всем удачи, пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok